Итак, дроби. Дроби и операции с ними. Что такое дробь? Исходная идея дроби это то, что какое-то количество одинаковых объектов распределяется между некоторым количеством людей. С идеей все сделать поровну. Дробь это все собрать и поделить. Вот такой вот принцип. Все собрать и поделить. Нам принесли м яблок и к нам пришли н детей. Нужно, чтобы все было честно и справедливо, ровно поделить между ними эти м яблок. Но это не всегда просто сделать. Там 19 яблок, например, на 7 детей. Ну как делить? Ну блин, надо каждое яблоко поделить на 7 частей и потом 19 этих седьмушек всем и раздать. Вот. То есть физически это исполнить бывает не так просто. Но в результате, как бы мы это все, физическую сложность деления с помощью ножа заметаем под ковер и приходим к, естественным образом, приходим к понятию 19 седьмых. Это то физическое количество яблок, которое досталось каждому из этих детей. Значит, некоторые мысли очевидные про дроби. Значит, первая очевидная мысль состоит в том, что если количество детей удваивается, утраивается и так далее, и количество яблок меняется в той же самой пропорции, да, то понятно, что если мы теперь раздаем поровну, то это то же самое количество яблок, какое было. Ну потому что можно реализовать это разделение, не деля каждое яблоко на 14 частей, да, а грубо говоря, раскидав 7 детей в одну комнату, 7 в другую и яблоки тоже 19 в одну и 19 в другую и произведя деление как раньше. То есть упрощает, да, если мы видим какие-то вот такие вот кратности, да, это нам упрощает процесс деления. Вот. Но это, естественно, приводит нас к идее, что какие бы количество мы не рассмотрели, там, например, 22 яблока и 6 детей, мы сразу пытаемся найти, нельзя ли задачу упростить, нельзя ли их сразу раскидать по комнатам каким-то образом, чтобы последствия, значит, в каждой комнате отдельно делить. Но в данном случае можно, потому что 22 это 2 на 11, 6 это 2 на 3, и мы приходим к двум комнатам, в каждой из которых 11 яблок делится на 3 ребенка. Нифига себе, почти по 4 яблока на брата. Вот. И вот с этим числом дальше уже это сделать нельзя. Мы говорим, что такая дробь несократима. Что это означает? Ну это означает просто, что у числителя и знаменателя нет никаких общих делителей. Вот. Поэтому любую дробь, дайте возьмем даже другой цвет, любую дробь можно записать как несократимую. И она будет означать то же самое физическое количество. Если дробь это физическое количество, ну потом мы, конечно, перейдем к аналогиям и рассмотрим отрицательные физические количества. Ну в случае с отрицательной температурой, пожалуйста, это вполне может быть даже визуализировано. Ну в общем, пока мы имеем в виду яблоки на детей, конечно, это положительные числа, но когда мы абстрагируемся от положительности, то, соответственно, это утверждение будет верно вообще про любую дробь. Итак, любую дробь можно записать в несократимом виде. Вот, то есть А разделить на Б равно А разделить на нод АБ делить на Б разделить на нод АБ. А вот это вот в числителе и в знаменателе целые числа стоят такие, что нод этих двух чисел равен единице. Соответственно, мы рассматриваем, вместо рассмотрения всех вообще дробей, достаточно рассматривать только дроби, у которых числитель и знаменатель взаимно просты. Все количество, которые мы таким образом можем получить, ну и там с плюсами и с минусами. И есть то множество, которое мы теперь будем рассматривать. И у него есть имя. У этого множества есть имя и обозначение. И оно настолько важное, что давайте прямо проведем тут черту. Множество всех, ну в скобках пишу, несократимых. Ну я уже объяснил, что любая дробь равна какой-то несократимой. Несократимых дробей вида, соответственно, целое делить на целое. Ну смотрите, я могу считать, что внизу стоит положительное число, потому что ну 0 здесь стоять не может, на 0 делить нельзя. А если стоит отрицательное, я знак минус могу перенести просто наверх. Вот, поэтому можно считать, что мы рассматриваем много всех несократимых дробей вида m и n. Значит, соответственно, что здесь что? Где m целое, n целое положительное. Иногда под z плюс обозначают все неотрицательные. Давайте два плюса поставим. Значит, m может иметь произвольный знак и даже равняться 0. n быть обязательно положительным целым числом. А если m равно 0, то несократимость означает, что n равно 1 просто. То есть 0 мы воспринимаем тоже как дробь. Значит, давайте прямо допишем. При этом, скобочках допишем, при этом 0 равно 0 разделить на 1 просто по определению. Так вот, это множество, которое мы рассмотрели, называется множеством рациональных чисел. Математики любят называть как-то умно все. Множество рациональных чисел это множество дробей. То есть дробь это рациональное число. Рациональное число это дробь. Это синонимы, но в математике говорят рациональные числа. Итак, называется множеством рациональных чисел и обозначается за q. Вот так. Вот такое вот обозначение. А я замел под ковер вопрос о том, не может ли быть так, что мы взяли две несократимые дроби, а количество, которое они обозначают, оказалось одно и то же. На самом деле такого быть не может. То есть множество всех несократимых дробей. Это каждый раз все новые и новые количества, все обозначающие ими количество, все различные обозначаемые. Но это надо строго доказать, и мы это сделаем с помощью, чего бы вы думали? Да, правильно, с помощью основной теоремы арифметики. Спасибо. 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 Спасибо.